В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В детской школе искусств города Видное прошли два этапа фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну». В муниципалитете стартовали 18-е рождественские чтения. Это встреча духовенства с образованием. Ну а где, как не в образовании, нам говорить о духовности? Всероссийский спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей Лига мечты прошел во Дворце спорта Видное. Им крайне важно быть победителями. У нас каждый получает медаль. В Ленинском городском округе сегодня стартовали рождественские чтения. Проект ежегодный и проходит уже в 18-й раз. По традиции старт ему был дан божественной литургии в Георгиевском храме города Видное. Здесь собрались представители образовательной системы, муниципалитета, сотрудники школ и других учреждений дополнительного обучения детей. Рождественские чтения, это ежегодные они, они дают нам дорожную карту. А как все-таки нам быть? Как сохранить духовность? Это один момент. А другой момент – это встреча духовенства с образованием. Ну а где, как не в образовании, нам говорить о духовности, нам воспитывать детей? И без духовности нет цельного человека. Как и в прежние годы, тема этих рождественских чтений посвящена истории – 350-летию со дня рождения великого русского царя Петра I, его принципу секулярного мира и религиозности. Рождественские чтения в преддверии праздника Рождества Христова соединяют и объединяют учащих, учащихся духовенства. Мы собираемся и проводим встречи, беседуем, общаемся. Для того, чтобы духовная составляющая нашей жизни была все время все более и более актуальна. Мы обсуждаем насущные проблемы, строим планы. Рождественские чтения этого года состоялись в Винновском художественно-техническом лицее. Подробнее о том, как они проходили, мы расскажем вам завтра в выпуске новостей. В сентябре нынешнего года в центре поселка совхоза имени Ленина была открыта новая спортивная площадка. Сейчас с тренажерным комплексом и полем для игры в футбол и баскетбол пользуются не только местные жители. Здесь проводят занятия муниципальный центр спорта. Но местные активисты обратили внимание на то, что на площадке не хватает брусьев и турника. Чем закончилась история, расскажет Максим Козлов. Большой спортивный праздник состоялся в поселке совхоза имени Ленина. Он был приурочен к появлению двух новых снарядов брусьев и турника. Об их установке просили местные жители. В сентябре также, благодаря совместной работе депутатов, граждан и муниципалитета, появилась и сама спортивная площадка. Для наших с вами детей вносили предложения, мы их обсуждали. И благодаря этому в этом году сделаны и детские, и спортивные площадки. Казалось бы, пустяк, но на старой площадке брусья были. И занятия на них входили в программу разминки многих жителей, увлекающихся спортом. Великая сила привычки. По просьбе граждан снаряды были установлены. В этом помог главный акционер зао-совхоз имени Ленина компания «Рота Агра». Вместе все, и с депутатами городского округа, все вместе дружно решили помочь дополнить те спортивные сооружения под данным турником и брусьями. Спортивный праздник был организован муниципальными центрами спорта и культуры. Любой желающий мог не только принять участие в развлекательной программе, но и испытать себя в состязании на наибольшее количество подтягиваний. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Неравнодушные жители Ленинского городского округа спасают лошадей. Волонтер Анастасия Матвеева организовала сбор средств на выкуп молодой чистокровной кобылы со скотобойни. Сейчас уже собрано почти половина необходимой суммы, но времени остается совсем немного. Лошадь ахалтыкинской породы волонтер Анастасия Матвеева выкупила год назад. И теперь Сансара, окруженная теплом и заботой, живет в казачьем дозоре. Такая же счастливая жизнь может быть и у молодой лошади по кличке Кармель, которая сейчас находится на бойне в Пензенской области. Информацию о чистокровной верховой кобыле, которой всего три года, Анастасия Матвеева нашла в социальных сетях. Цена на эту лошадь нереально большая. Для лошадей с бойней обычно это 80-100 тысяч, а на Кармель объявили 150. И шансов у лошади с такой ценой практически нет. Мы решили дать ей шанс, попробовать своими силами собрать средства, выкупить ее и привезти на конную базу казачий дозор. Сейчас ведется активная работа по сбору средств. Помогают блогеры, волонтеры и просто неравнодушные люди из разных уголков России и даже из других стран. Недавно были перечислены средства и за границей. Мы обратились к известному фотохудожнику Артуру Бабоеву, который согласился опубликовать свой пост в своих социальных сетях. И так нам на счет поступили первые средства. И мы поняли, что у нас есть возможность все-таки спасти и дать лошади шанс на жизнь. Сейчас самое главное – успеть собрать необходимую сумму. На сбор остается чуть больше недели. На данный момент собрано 67 тысяч рублей. У нас есть официальный сбор, который мы ведем. Там публикуется сумма, которая уже собрана, которую необходимо собрать. Но осталось чуть меньше 100 тысяч. И полторы недели. 10 тысяч мы внесли залог за эту лошадь. Ей дали еще две недели жизни. И мы надеемся, что все получится, и мы соберем эту сумму оставшуюся. Если все сложится удачно, после выкупа Кармель будет жить на конной базе «Казачий дозор». Почему я решилась его взять? Потому что увидела, сердце екнуло. Он был такой весь облезненький уже, на откорме стоял на мясо, буквально через неделю должен был уйти. И не сдержалась, купила вот такого вот коня. Не пожалела ни разу, потому что он уже на глазах меняется, растет. Мы помогали спасать сбойные, мы подсказывали, мы также открывали какие-то сборы. И вот, собственно говоря, эти лошади живут сейчас у нас счастливой жизнью. Всю достоверную информацию о лошади можно найти в официальном аккаунте в Инстаграм. Сансара, нижнее подчеркивание, Хорц. Там же есть ссылка на сбор средств. В детской школе искусств города Видное прошли два этапа масштабного фестиваля визуальных и сценических искусств Ленинского городского округа «Лови волну». Своё мастерство жюри продемонстрировали юные художники и музыканты. С участниками творческого состязания познакомилась наш корреспондент Галина Житкова. Уникальная возможность прослушать в живом исполнении инструментальную музыку от Моцарта до джаза выпала членом жюри фестиваля «Лови волну». Солисты и творческие коллективы представили свои любимые произведения. Тем детям, которые в силу своей закрытости, скромности, может быть, не всегда принимают участие в конкурсах, кто этот фестиваль даёт шаг к успеху, раскрывает их способности. Более 80 человек приняли участие в фестивале детских школ искусств юные исполнители «Родному краю». Воспитанники по классу фортепиано, струнные, смычковые, духовые и ударные, а также народные инструменты продемонстрировали мастерство и умения во всех музыкальных жанрах. Аккордеон, я вообще думала раньше, что это какой-то не очень прикольный инструмент, а сейчас мне нравится в нём играть. Своё особое видение окружающего мира показали и юные художники. На выставке «Арт-волна» представлено порядка 60 работ, как профессионалов, так и начинающих живописцев. Нас поразили наши коллеги, которые работают с детьми акрилом, например, это сложно. Работы в технике графики такие достаточно совершенные, даже в некоторых случаях не по возрасту. То есть дети развиваются, дети на самом деле талантливые. В рамках фестиваля для участников творческого этапа прошёл мастер-класс Оксаны Асеевой. Ребята рисовали цветы гортензии. Особенностью написания является использование одного из основных принципов изображения шара. В гортензии очень много мелких цветочков, но надо всё время держать в голове большую форму шара. И идти от неё, и тогда получится. А если мы собьёмся на всякие мелочи, то рисунок не получится. Михаил Лысенко занимается рисованием уже пять лет. Сейчас у 13-летнего подростка более ста работ в различных техниках и жанрах. Молодой человек мечтает стать дизайнером интерьеров. На фестивале представил свою глубокомысленную картину. Я изобразил самолёты, летающие над полями. Их пускают разные дети, и эти самолёты летят в разные части света. После завершения конкурсных выступлений всем участникам вручили памятные дипломы. А впереди ещё несколько этапов фестиваля «Лави волну», которое продлится до 30 ноября и завершится грандиозным галоконцертом. Галина Житкова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. У кинотеатра «Искра» в эти дни можно наблюдать, как устанавливают и наряжают главную ёлку Ленинского городского округа. Новогодняя красавица высотой 18 метров станет украшением в предновогодние и новогодние дни. Работа по установке ёлки очень трудоёмкая. 10 сотрудников дорсервиса, в их числе и электрики, заняты на площадке у кинотеатра. Плюс специальная техника с вышкой для возможности крепления гирлянд. Будет 60 ниток по кругу вокруг ёлки. То есть все гирлянды будут светиться, очень будет звёздное небо, красивое. Ну, всё будет очень красиво. Ёлку украсят 500 шаров. По отзывам видновчан, новогоднее убранство площади у «Искры» год назад было очень красивым. Поэтому решено, что общая композиция останется такой же, как и в прошлом году. А зажжение новогодней ёлки планируется 1 декабря в 18 часов. Во Дворце спорта «Видное» прошёл большой спортивный фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Организаторами выступили создатели Лиги мечты, Всероссийской программы спортивной реабилитации и социализации детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими нарушениями. Ребята с ограниченными возможностями здоровья из 12 регионов России съехались в «Видное» на большой спортивный фестиваль, организованный общественной организацией Лиги мечты, чтобы пообщаться, показать свои умения и научиться чему-то новому. 11-летняя Варвара Бычкова со своей командой приехала из подмосковных мытищ. Её мама Марина Волкова рассказала, что это их первое участие в подобном мероприятии. Целый год мы занимались, мы готовились, ходили на тренировки, учились. Торжественное открытие фестиваля начало с чествования трёх маленьких именинников и приветственных слов почётных гостей. Всем же близки, молодцы, веселья, вам молодежь, вам счастье, вы сегодня здесь и с нами. Затем, после небольшой разминки, перешли к основной части мероприятия – спортивной. Игроки основной команды «Спарта и Ка» покажут тренировку по баскетболу, и вследствие чего мы распределили на разные зоны, разные команды поделили участников, они тоже поиграют и в баскетбол, и постреляют из лука, и поиграют в боулинг, и различные-различные игры. Фестиваль Лиги мечты направлен на социализацию, поддержку и развитие лидерских качеств у ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также привлечение их к спорту. Мероприятие построено как спортивный квест. Шесть команд по очереди проходят каждую из семи станций, где нужно продемонстрировать ловкость, меткость и быстроту реакции. Программа работает от Мурманска до Камчатки, и сюда прилетели вот ребята из дальних регионов. Им крайне важно быть победителями. У нас каждый получает медаль. Первый такой фестиваль прошел в Подмосковье в 2014 году. За время существования программы Лига мечты в ней приняли участие более 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья из 45 регионов нашей страны. В Видном регулярные занятия в рамках программы проводятся во Дворце спорта, сотрудники которого имеют специальную подготовку. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин